Вчера президент Российской Федерации выступил с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации, фактически к жителям всей страны. В этом послании впервые за последние годы основной акцент был сделан на развитии страны, на развитии социально-экономической сферы. И мы считаем, что действительно это является главным приоритетом нашего развития. Но я хотел бы вернуться к посланию президента годичной давности 1 марта 2018 года в преддверии президентских выборов. В этом послании помимо приоритетов развития внешней политики и укрепления обороноспособности страны было сказано о необходимости вывода российской экономики в стратегическом направлении в пятерку лучших экономик мира. В этом послании говорилось о необходимости борьбы с бедностью, в этом послании говорилось о необходимости прорыва в развитии высокоточных технологий и промышленности. К сожалению, в течение 2018 года правительство и Единая Россия несли в Госдуму законы, фактически обратные тому, что говорил президент. Это закон о грабительской пенсионной реформе, который ударил не только по будущим пенсионерам, но практически по всем гражданам нашей страны, вызвал массовые акции протеста и продолжает серьезно будоражить российское общество. Правительство и Единая Россия внесла законопроект о повышении НДС, который вывел рост цен в течение прошлого года на один из самых высоких уровней, несмотря на то, что правительство говорит о низких темпах инфляции. В прошлом году были приняты законы, фактически ухудшающие положение граждан нашей страны, и вместо того, чтобы бороться с бедностью, уровень жизни наших граждан в течение уже почти шести лет продолжает падать. Мы серьезно сомневаемся, что нынешний состав правительства и Единая Россия, рейтинг которой в прошлом году резко обвалился, могут выполнить те стратегические задачи, о которых вчера говорил президент. Мы считаем правильно уделить внимание развитию образования и здравоохранения, потому что с этими отраслями связана жизнь практически каждого человека. Мы считаем, что очень важно поддержать слабозащищенные категории населения, поддержать семьи, поддержать детей, поддержать ветеранов. Однако, к сожалению, реализация многих положений, которые прозвучали в послании президента, натыкается на деятельность либерального блока правительства. И если президент, говоря о том, что Россия может быть только независимой и суверенной, и это реализуется во внешней политике нашей страны, то, к сожалению, курс суверенитета и независимости в экономике, он натыкается на действия либерального блока правительства, который проводит изменения не в интересах граждан, а фактически в интересах элит. Один из ключевых посылов, который мы ждали в выступлении президента, это борьба с коррупцией и борьба с олигархией. Несмотря на то, что у нас фактически, по словам президента, накоплены серьезные экономические и финансовые ресурсы, которые перекрывают внешний государственный и корпоративный долг в течение прошлого года, и начало этого намечается серьезный отток капитала из страны, многие компании, которые работают в Российской Федерации и получают доход, являются фактически офшорными компаниями, и прибыль уходит за бугор. Мы хотели бы в реализации социальных программ услышать о лучших примерах деятельности губернаторов, губернаторов-коммунистов. Вчера президент обозначил необходимость реализации программы «Земский учитель», и действительно это важная инициатива, с которой вышли наши орловские товарищи, губернатор-коммунист Андрей Колычков. Мы надеемся, что эта программа реализуется и позволит действительно серьезно укрепить развитие образования на селе. Мы говорим о необходимости изучить опыт Сергея Левченко в Иркутской области. Темпы развития экономики этого региона одни из самых высоких в стране, и 6-процентный рост экономики говорит о том, что эта область прекрасно развивается. Мы говорим о том, что один из самых успешных примеров борьбы против мусорной реформы, которая стала фактически новым налогом на население, сейчас осуществляет губернатор-коммунист Валентин Коновалов в Хакасии. Мы имеем опыт работы прекрасных народных предприятий, совхоза имени Ленина Грудинина, где развита социальная инфраструктура, где не нужна ипотека для получения квартир, а люди получают квартиры в рассрочку, не платя никакие проценты банковскому сектору. Мы знаем прекрасный опыт совхоза Звениговский, крупнейшего предприятия, которое обеспечивает не только производство мяса и фактически продовольственную безопасность, но и развивает серьезно сельскую инфраструктуру. В вчерашнем послании президента, говоря о развитии сельской инфраструктуры, было правильно поставлено акцентом. Но я хотел бы напомнить, что фактически на протяжении 20 лет сокращалось количество больниц, их уменьшилось в Российской Федерации на 5 тысяч. У нас по сравнению с 1991 годом уменьшилось в полтора раза на 25 тысяч количество школ. Но фактически мы делали шаги назад, теперь мы готовы сделать шаг вперед, но нужна комплексная программа. У нас есть серьезные сомнения, что без создания правительства народного доверия, без консолидации усилий всеобщества мы сможем решить вопрос. Хотелось бы отметить, что президент сказал очень важные слова, связанные с тем, что важно, чтобы действовали законы, должны быть морально-нравственные нормы, и они должны распространяться на всех чиновников, начиная с самого верха и заканчивая простыми гражданами нашей страны. Но я хотел бы привести пример ситуации, которая сложилась в Ульяновской области, в городе Дмитровграде. На выборах в сентябре 26 депутатов из 30 стали депутаты-коммунисты, которые были готовы избрать главу этого города и развивать экономику и реализовывать в том числе те положения, которые прозвучали в послании президента. Несмотря на это, администрация области во главе с губернатором Морозовым блокирует избрание главы. Город практически полгода находится без управления. А на самом деле, это основная причина, почему это происходит, потому что, по всей видимости, крупные дельцы хотят положить свою руку на коммунальные сети, энергетическую систему этого города и, распродав его за копейки крупному олигархату, оставить население без очередных муниципальных объектов, которые должны служить людям. Мы считаем, что для реализации поставленных задачей нужна новая экономическая политика, новая налоговая система, новое правительство и консолидация общества, решение проблем в интересах граждан нашей страны. В повестке дня есть много законопроектов, которые обеспечивают социальные гарантии наших граждан. Это и третье чтение закона о палеотивной помощи, это и законы, которые вносят оппозиционные фракции о гарантиях пенсионерам. Но я подробнее остановлюсь на двух законопроектов, которые внесены фракцией Коммунистической партии Российской Федерации. Это первый законопроект, обеспечивающий гарантии выпускников высших учебных заведений и среднеспециальных профессиональных учреждений рабочими местами. Дело в том, что сегодня мы можем наблюдать порядка 30% тех выпускников, которые просто-напросто не могут найти себе работу. Это данные статистики. Возможно, цифра гораздо выше. И главное требование работодателей сегодня – это опыт работы. Но где набраться опыта работы молодому человеку, который только что закончил учебное профессиональное заведение? Поэтому мы предлагаем в своем законопроекте установить 2% квоту для таких выпускников учебных заведений профессиональных в тех предприятиях, численность работающих в которых достигает порядка 250 человек. Это совершенно правильная норма, потому что сегодня действительно выпускники профессиональной школы требуют защиты, потому что порядка 12 миллионов человек выйдут на рынок труда в результате увеличения пенсионного возраста. То есть молодежи практически вообще будет проблематично, сложно устроиться на работу. Вот это один законопроект. Второй законопроект касается увеличения минимального размера оплаты труда до 25 тысяч. Насколько вы помните, сегодня он составляет 11 280 рублей. Мы с вами прекрасно понимаем, что на эти деньги прожить практически невозможно. Поэтому наша задача увеличить прожиточный минимум, следовательно, минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей. Это как раз соответствует тому биологическому минимуму, которым мы должны необходимо было обеспечить нашим гражданам. Президент на вчерашнем послании сказал, что наша задача борьба с бедностью. С бедностью мы боремся уже в течение многих лет. Я хочу вам сказать, что с 2013 года не растут реальные доходы населения. Наоборот, они падают пятый год подряд. За 2018 год, как бы мы там не варьировали статистикой, они все равно показывают падение. Поэтому в этих условиях сегодня увеличивать минимальный размер оплаты труда просто необходимо. Мы прекрасно понимаем, что необходимы средства на вот это увеличение. И эти средства посчитаны 315 миллиардов рублей. И мы тоже знаем, как и президент, где взять эти деньги. Вы знаете, я вот с большим вниманием слушала послания президента, когда были перечислены вот такие знаковые, так скажем, социальные гарантии для наших граждан. И я, затаив дыхание, прислушивалась, когда же президент скажет о механизмах решения всех этих задач. Президент сказал, что мы знаем, где взять деньги. Позвольте, мы тоже знаем, где взять деньги. Это гигантский профицит в размере 1,9 триллионов рублей. Но мы знаем прекрасно, что все благие намерения, и в том числе озвученные президентом, разобьются от так называемого бюджетного правила, которое мы никак не можем отменить. И добиваемся этой отмены. В результате опять деньги, значит, вот из этого послания президента я сделала вывод, что деньги будут искать из тех же самых средств, которые сегодня заложены на все, на решение всех социальных проблем, но не трогая, так скажем, нашу подушку безопасности. А вы понимаете, что это нереально и невозможно. Поэтому мы четко обозначаем источники финансирования вот наших законопроектов, в том числе вот этого законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда. Это профицит бюджета, это изменение бюджетного правила, и тогда мы можем гарантировать нашим гражданам повышение роста, благосостояния их в жизни нашей. Спасибо большое.